Судя по всему, Рамзана Кадырова пытались отравить российские какие-то силы, а силы российских, которые настроены против лидера Чечни, очень много, мы это знаем. По разным источникам, опять-таки по разным мнениям, Кадыров пребывает или в Германии, или в Объединенных Арабских Эмиратах, в Дубае, на лечении. Симптоматично то, что как раз на днях 17-летний старший сын Рамзана Кадырова приехал в Москву и сфотографировался с Путиным. Но я вам хочу сказать, это большой знак. О чем говорит этот знак? О том, что Путин доверяет Кадырову и о том, что вот наследник на всякий случай. Я помню, когда взорвали на трибуне стадиона в Грозном отца Рамзана Кадырова. Сам он приехал в Москву, точно так же он был в спортивном костюме. Я хорошо запомнил, как Путин принимал его в кремлевском кабинете. Рамзан был в спортивном костюме. Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что Украина не заинтересована в том, чтобы Рамзан Кадыров умер или чтобы с ним что-то случилось. Потому что, по моему глубокому убеждению, именно Рамзан Кадыров возглавит выход Чечни из состава России после того, как Украина одержит военную победу над Россией. Да, я не оговорился. Именно Рамзан Кадыров возглавит выход Чечни из России. Именно Рамзан Кадыров, как я думаю, будет первым руководителем свободной независимой Чечни. Надо понимать ситуацию. Ситуация заключается в том, что ни один чеченец, ни один ингуш, а я очень люблю и уважаю эти два народа, ни один из этих людей не забыл, что Россия сделала для его народа и для него лично. Это и сотни тысяч выселенных чеченцев и ингушей, выселенных со своих домов в 1944 году, когда просто взяли весь народ, войнахов, подняли и выселили в наглую при Сталине, при Берии. Когда огромное количество пожилых людей, маленьких детей умерли, просто в дороге даже. Конечно, чеченцы и ингуши этого не забудут. Конечно, никто не забудет страшной войны России, первой и второй чеченской войны, когда в результате этих войн были убиты, ну, по меньшей мере, 150 тысяч чеченцев ингушей. 150 тысяч были убиты. А что творилось, какой разгром был в чеченских городах и селах, грозный стерли с лица земли и так далее. Конечно, сегодня Рамзан Кадыров сумел сделать так, что Россия платит дань Чечне. Молодец, поставил Россию раком. Хочу сказать, молодец. Россия стоит раком и платит деньги Чечне и Ингушетии. Платит дань. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...